Продолжение следует... Поэтому здесь дружба дружбой, но обе команды будут тащить. Ну и Рокскиз у нас в составе. Габлак, Соло, Базаза, Сидой и Йол. Основные персонажи, в принципе, нам уже знакомы. Это Бэйн Инвокер, Дазл, Фурион и Эмбер Спирит. В принципе, говорить, наверное, особого смысла не имеет, так как мы уже обсуждали эту команду. Перейдем к их оппонентам. Это Релаксы, которых мы также сегодня уже видели. Виндекс, Дред, Шичло, Йоку и Крейзи. Перед вашими глазами их статистика. Проведем небольшое сравнение этих команд. Тут у нас уже Бонапике в разгаре. Видим, что матчей больше сыграно было у Рокскиз. 159-60 матчей у Релакс. Ну, среднее количество киллов, смертей и ассистов примерно одинаковое. Ластхитов чуть больше у Релакс. ГПМ и ХПМ имеют примерно одинаковые значения. То есть, по сути, вроде как по статистике ты смотришь, и команды примерно равные. Но у одной команды сыграно аж 159 матчей, а у других всего лишь 60. То есть, разница в 99 матчей. И, блин, это реально довольно жестко. Потому что более чем в два раза. То есть, там, опережает по количеству игр. А это опыт тот самый драгоценный и важный. Такс, ну что, переходим, наверное, уже непосредственно к Бонапикам. Релаксы у нас играют за сторону Дайр. Роксы играют за Радиант. Так, а нет, мы еще так как бы мельком пройдемся по турнирной таблице. Что тут у нас имеется? Рокскиз, значит, выиграли все свои матчи. У них 9 поинтов. Моуза занимает вторую позицию. У них 6 поинтов. Ну, в принципе, нас эти, наверное, ребята особо не интересуют. Нас интересуют Релаксы. Релаксы на данный момент у них статистика 1-2 из трех матчей. Это не самое лучшее, что может быть. У них всего-навсего 3 поинта. То есть, если для Роксов этот матч только закрепляющий, ну, если они выигрывают, они укрепляют свои топовые позиции, то для Релакс уже каждое следующее поражение – это толчок за борт. То есть, они могут остаться вне квалификации, вне плей-оффа. Напомню, что только 4 команды проходят стадию плей-оффа. Первая-вторая команда в сетку винеров, третья-четвертая в сетку лозеров. Ну и, соответственно, команды будут бороться за позицию, так скажем, максимально возможную. Ну вот, теперь уже, наверное, перейдем к банопикам. И мы видим, что Релаксы сходу цапают своего любимого Акса. Плюс Ancient Operation взяли. Мирана Брюмастер в пике у Роксов. Банница Бэтрайдер Висп и Нага вместе с Ликаном. Роксы забанили Инвокера Трента, Шадоу Демона и Байна. Дредуха расстроил. Да ладно, Дредуха расстроил. Я вижу чат, кстати, общаемся в чате, так что можете время от времени туда что-то писать. Если вдруг игра будет терпильной, что маловероятно, то я буду подсчитывать иногда чатец и как-то будем выкручиваться. Ну, я не верю, конечно, в то, что Роксы и Релакс могут играть в терпильную доту. Вот уже, по сути, пики говорят нам о том, что этого тупо не будет. Значит, взяли релаксы Рубика. Ну, если тут Рубик сможет каким-то образом своровать ультбрюмастера, это будет очень жестко. Но сделать такое достаточно сложно. Дота ТВ лагает, пишет. А, ну, печально. Ну, тогда смотрите стрим, чтоб сказать. Слава богу, есть твич, который не лагает. Да и на твиче, я не знаю, я бы лучше на твиче смотрел. Почему? Потому что на твиче ты видишь всю, так скажем, статистику, всё-всё-всё, что нужно дополнительно, помимо, ну, бонапиков и так далее. Ну, а кому тупо покс на всё это делает, то да, те смотрят с Дота ТВ. Взяли вайпера себе, Роксы. Дредд гоу в арму. Ну, вообще, Дреддич, на самом деле, я вот недавно разводил аналитику по поводу того, что Дредд, он, ну, человек, который хочет выступать именно на профессиональной доте. Он сам неоднократно это говорил. То, что ему больше по кайфу именно играть, а не, там, комментировать, да, и стримить. Но, вот, лично моё мнение, нельзя слишком много сидеть за компом. То есть, если ты являешься профессиональным игроком, то 90% своего времени, которое ты проводишь за компом, это игра именно в доту. Всё остальное время ты за компом проводить не должен. Там максимум, ну, не знаю, посидеть в какую-то другую игрушку, пошпилить совсем чуть-чуть. А Дреддич, он у нас такой, жёсткий задрот. Я там, не знаю, встаю с утра, у нас там в 5 часов квалификации, он сидит там во что-то играет. То есть, он, по идее, должен спать, отсыпаться. Ну, то есть, у него должен быть такой чёткий режим. Ну, и не только у него, вообще, в принципе, любого профессионального игрока. То есть, но этого нет. Я не знаю, может быть, ему удобно так. Вполне вероятно, что, наоборот, это на него благотворно влияет. Но, как по мне, всё-таки нужно чётко ставить перед собой цели. И если ты хочешь добиться чего-то в доте, то ты должен посвящать время доте, отдыхать, расслабляться. Но отдыхать и расслабляться вне компьютера. То есть, вот это, как по мне, самая большая проблема всех профессиональных игроков. То есть, они почему-то считают, что если я посижу, поиграю в арму или во что-то там ещё, я на этом расслаблюсь. То есть, ну, нет. Твой мозг, он не отдыхает. Твоя голова должна отдыхать. Ты должен сидеть, веселиться, там, не знаю, какой-то расслабон должен быть. От нахождения сутками за компьютером ты расслабиться не сможешь. Уж как ни крути. Ну, может быть, я чё-то не понимаю, что тоже вполне вероятно. Такое, так скажем, моё мнение. Небольшое отступление от Бонапиков. Релаксы добрали себе Пака. Абадон у Роксов. Это, походу, самый часто пикаемый саппорт от Рокскиз. В бане Лич и Ластбан от Рокскиз. Ждём. Смотрим. Это в Рейс Кинг. У Релакс, кстати, резервного времени практически не осталось. И касательно пикеров. Габлак пикает у Роксов по-прежнему. Виндекс у Релакс. То есть, нет никаких изменений. Дота ТВ не будет сегодня работать нормально. Я не знаю, Ребзи. Ну, по идее... По идее, походу, не будет, раз уж у вас не работает. Я, к счастью, с Дота ТВ не сталкиваюсь, поэтому не знаю. Так, собираю от Вивера. И нужен Ластбик. Ну, есть время, на самом деле, у Габлака. Залетает Скайврос Мейдж. Скайврос Мейдж. Ну, надеюсь, он не будет и таким. Ну, в общем, Скаймаг. Это один из моих любимейших героев. Я достаточно часто пикаю этого дядю в пабе в качестве суппорта. Разваливаю кабины. Посмотрим сейчас, что будет делать Йол. Вообще, он, как по мне, заслуживает то, чтобы его пикали. Не часто, не во всех играх. Но, ну, то есть, есть каточки, в которых он залетает более чем хорошо. Ну, что ж, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Дота ТВ радует пипец. Да, я смотрю, тут очень много недовольных. Ну-ка, мы посмотрим. Сейчас. Кстати, привет. Вот этой самой девушке, которая мне скинула огромнейшее количество шикарнейших треков. Да. Вот. И тут у нас ГЛХФ, братан. Все такое. То есть, ну, вы понимаете, да, что команды друг друга... Так, подождите, я же хотел Дота ТВ посмотреть. Правильно? Работает. Сколько народу? 12 тысяч. Ага. То есть, ворваться ребята тупо не могут. Ну, я понял. Ну, пытайтесь. Надеетесь. Твич ТВ, в принципе, есть. Так что, как-то более-менее выкручиваться будете. Так, ну, и, видимо, тут вайпер встал на месте. Так, ну что, смотрим. Виндекс на Рубике. Дред от... Дред от Оперейшн. Оперейшн от Дреда. Йоку на Вивере. Чичло Акс. И остается у нас Крейзи на паке. Йол. Скаймак. Габлак. Конечно же, Абадон. Соло. На Брюммастере БЗЗ. Мирана. И Седой Вайпер. У Седого, я чувствую, будет веселая линия. Акс плюс Рубик. Судя по всему, на топе решили поставить аппарата Вивера. Что тоже довольно интересно. Комба достаточно сильная. Чинилин тач плюс вот эта пассивочка. И Вивер наваливает в кабину. Будь здоров. Солыч. Брюммастер против Пака. Но это более-менее, так скажем, дефолтное противостояние. В котором вряд ли мы увидим какую-то жесткую доминацию. Но пока Соло, я смотрю, уже начинает потихо напрягать Пака. Но опять же, у Пака есть нул талисман и туча пропитания. То есть его домашний домашь, а он хп свое восстановит. Как ни крути. Скаймак ставит сантришник, откидывает голубя. Вот эти голуби, это вообще лютая штука. Достаточно дешево они стоят. И кулдаун маленький. А самое интересное, что, ну, огромный рейндж. То есть ты подбегаешь, делаешь тычку, закидываешь голубя, делаешь еще одну тычку. И виверочек какой-нибудь в полной заднице. Но пока Йол с руки тычки не делает. В силу того, что линия спушится очень жестко. Она и так спушилась. А если он будет делать тычки, крипы будут агриться. Ну и линия будет качаться во все стороны. Что не совсем приятно. Такие вот пока игры. Комментировать тут на самом деле больше и нечего. Кроме действий суппортов, наверное. Самое важное вот в таких играх в начале именно. Это действия суппортов. Насколько грамотно они харасят. Насколько грамотно они перемещаются по карте. Скаймак, кстати, сейчас один из самых быстрых героев. 325 у него мувспида. Подняли его в одном из последних патчей. И он стал таким вот мобильным персонажем, который даже без тапка перемещается почти так же, как некоторые герои с тапком. Что очень-очень сильно решает. Сказал Скаймак. Забирает Дредд руну. Ну вот видите, например, этот саппорт решил, что руны контролить не обязательно. А Дреддич пошел законтролил. У Дреддич и МС даже пониже будет. То есть, по сути, Скаймаку. Ну, Скаймак решил, что ему и экспа не помешает. Плюс Вивера лишний раз погнобить. Это норм. У Вивера есть еще Тангус, Фласочка. Там, наверное, еще Дредд что-то подгонит. Он нет у Дредда. Может дать Сентричник, если легче станет. Но не думаю. Виндекс 0-0-0-0-0-0-0-0. По всем показателям. Он ничего не заденайл. Я вообще не понимаю, зачем он здесь нужен. Вот реально зачем. Ну, то есть, если, в принципе, здесь не было бы Виндекса, то Щичлоп на этом лайне стоять не смог. Но если бы Виндекс пошел, например, на топ, там бы весело было Скаймаку. Его бы можно было убивать. Я думаю, скоро будут пытаться Скаймаку убивать. Вот он подставляется. Или нет? Нет, не подставляется. Пошел Вивер. Пошел за Йолом. За Медло. Сайленс. А за Медло он не закинул. За Медло сейчас вот будет. Вот он закидывает. Ару промахивается. Поторопился. И Йоко уходит. Под шукучами. ХП у Йолы. Остается совсем чуть-чуть демадж у Дредда. Не хватает. Но с вормы добивают. Ошибка. Какая же ошибка сейчас была от БЗЗ. Как он поторопился. И как шикарно сыграл Йоко. Он смог все-таки задоджить этот Ару. На который по сути можно было нарваться даже без замедления. Молодец. 1-0. Релаксы вырываются вперед. Не самое лучшее начало для Роксов. Буквально секунда. Будет слоу. 40% да. Да, 40% замедления. То есть под таким замедлением стрелой промахнуться тупо нереально. Когда у Вивера нет тапка. Только-только по-моему все купил. Да даже с тапком. Там все равно МС будет очень низкий. Бремастер продолжает спокойно крепиться. Ну а дабл демадж Крейзи хочет забрать. Арба у него в кулдауне. Здесь нет маны даже на клэп. Даю тоже в КД. Так, смотрим на графики. Ну так, чисто примерно прикинуть, что у нас происходит. Пока все ровненько. При всем том, что там какой-то ФБ был сделан. Каточка идет ровная. Заходит. Или не заходит. Я так понимаю, Шичло решил просто за Тауэром крипиться. Здесь, так скажем, крипстат будет точно стопроцентный. А достать его, ну, может быть, как-то кто-то может. Что тоже не очень приятно. Так, зажимают. Шичло. ТП аут. Ага. Ну это выход, да. Это выход из ситуации. Вайпер, в принципе, ничего не потеряет, но только одного крипа. Это не страшно, он развел на скролл Акса. Поэтому все в порядке. Стопл дема, джадрим коэл. И вынужден, вынужден брюмастер юзать ультимейт. Крейзи заставил. Но тут уже бегай, не бегай. Сделать ничего не получится. Бежит шичло. Будет ли пытаться цеплять. Да, он просто тупо фармит лес. Такие приятные, на самом деле, вот эти големы нейтралы для Акса. Самые приятные это сатиры. Которых пока мы тут нигде не видим. Но неважно. Сатиры это вообще прям хлебушек. Ну и големы норм. Быстренько зафармил. Получил кучу золота, экспы. Взял транквил и продолжает фармить лес. Но тут кентавры. Такие себе нейтралы. Но если будет крутиться, убьет. Так, по-моему, он сейчас еще отъедет. Да, во, начал, начал. Бам. Еще разочек. Ну, кружись же. Ну, нормас, да, зафармит. Забирает транквилы, юзает фласку. И восстанавливается за секунду. Солыч без ультимейта. А это означает, что его можно цеплять. Правда, Дримкойл тоже в КД. Вот чуть-чуть бы подождали. Торопятся. Юзается Клэп. Сразу заагрил. Арба сверху. Поторопился. Крэйзи. Ну вот, ребятки, ну что ж вы без Дримкойла-то решили нападать. Но не хватает. Соло очень плотный. Брюмастер это не тот герой, которого можно вот так вот тупо прийти, забрать без особых скиллов. Нужно было обязательно ждать Дримкойл. И только тогда нападать. Вот он откатил, но уже поздно. С другой стороны, там все равно пришел Абадон. И он засейвил. Ну то есть, тут как ни крути, Абадон бы успел. Но даже если бы там не было Абадона, без Дримкойла килл как бы сделать не получится. Седой. Купил себе лицо Регена. Твиндекс уходит с телепорта. Это походу единственный шанс уйти от Вайпера. Второго левела пользован атак. Нейротоксины на единицу. И Коррозив скин взял на два. Вот как-то так он решил рассредоточить свой скилл билд. БЗЗ. Старшторм максит, естественно. А ровно единичку. Тут Сайленс. Все как надо. Без вот этих вот лишайных Скаймагов, которые качают непонятно зачем. Вот эту вот штуку максит или вот эту начинают максить. Тут Сайленс. Я уже видел от китайцев Скаймага. Тут правда вообще был печальный Скаймаг. Но во всяком случае он хотя бы скилл билд имел адекватный. То есть придраться к скилл билду я не мог. Там просто по игре они не понимали что делать. Этот парень из Скаймаги в принципе играть не умеет. Мне кажется даже я бы лучше сыграл на нем. Реализовал он его там процентов на 10. Так. Ну а Йол, как мы видим, играет довольно агрессивно. Хороший запас маны имеет Скаймаг. Достаточно большой рейнджкаст вот этого Арканболта. Он его постоянно использует. Вот как бы. Ничего сложного. Просто играй агрессивно. Шишлоа. Подтягивается. Агрит на себя волков. Но примастера за агрить не удалось. Ну у нас как бы как таковых файтов еще нет до сих пор. Что мне не очень нравится. Пока терпо дота такая 0.1 9 минут в ТФОМГ при таких-то пиках не очень верится. Вообще релаксы это команда, которая очень часто выигрывает у Роксов. Вот тоже, что более-менее релаксы на фоне Роксов, они выглядят менее стабильными. Но вот именно у Роксов релаксы почему-то умудряются побеждать. И по-моему, если сравнивать личные встречи, у Релакс побед больше. Ну вот именно по личным встречам. До ТТВ к Сиэтлу готово. Не, ну там что-то придумают. Вольво, я думаю, обязательно. Это скорее всего только сегодня такой, какие-то глюки, потому что до этого-то все работало. Так, БЗЗ, очень больно. Но вот та самая комбинация. Рабочая, но убивать не хватает. Эмэджа снизу вайпера оставили одного. Абадон. Абадон уже шестой. Каблак где-то накалидовал. Давайте переключимся на Нетворсы. И что мы видим? Мы видим 10700 у вайпера. 4400 у Брюмастера. Что-то тут у нас бегает Скаймак. Так, дается мельтение. Сайленс. С руки тычку. Голубя. Прыгает Брюмастер. Сразу критой накрывает. Даже Клэп тратить не пришлось. У него дабл дэмэдж. Господи. Господи. Вот это тычка. Вот так вот. Стоило на секунду. Усыпить бдительность и все. Потерять бдительность. Седой делает Мекку. Уже почти готово. Я так понимаю, она в принципе готова. Нужно просто принести. Курьер там пока занят. Нес что-то БЗЗ. Фейзы. Аквила. Стики. Брасер. Брюмастер. Брюмастер. Прыгает. Станчик что-нибудь. И виндыкс отваливается. Вот так вот. Достаточно интересно играет Соло. Он посмотрел просто на вот эту вот штуку. Где счет 2-1. И понимает, что по сути ему свой ультимейт тратить надо. Хотя бы на что-то. И зачем этот ультимейт беречь, если у нас в игре нет никакого экшена. Прыгнул на саппорт и убил его. Найс. Теперь по киллам. Ой, слушайте, мы смотрим на вот фарм. Полторы тысячи экспы. Почти три тысячи золота. Роксы очень уверенно вперед вырываются. БЗЗ куда-то вылетел. Что такое БЗЗ? Пишут в чате, как интересно за фарм Макса следить. Вообще 12 минут и счет 2-1. Я бы сказал, как интересно в принципе следить за фармом. Пока команды не сильно радуют гангами, не сильно радуют какими-то киллами. То есть, ну, тут такое. По-любому, куда ни кликни, за чьим-то фармом ты будешь следить. Можно следить за фармом Абаддона. У него вообще его нет. То есть, хе-хе. Тогда будет еще веселей. Абаддадон. И вот он, крип. С этим. С коробкой на голове. Размахивается. О, боже мой. Какие же модельки отвратительные. Вольво. Сделайте нормальные модельки крипам. Почему они такие ушлепки? Ну, реально. Вот забей. Что это у него? Хренеть личика. Так. Снимается пауза. Еще число 2300. Скоро купят себе даггер. Я так чувствую, эта игра у нас будет либо супербыстрая. Роксы соберутся вместе и раздавят релакс. Либо эта игра будет ультрадолгая. Потому что тут либо 20 минут, либо 60 минут. Короче, как-то так. Другого, мне кажется, не дано. ПТ покупает вивер. Так. Дримкуэл. Под Салемса находится Мирана. Липью зац. Нет особого смысла. Решили тупо подраться. Посмотрите. Йоко как сильно проседает. Таймлапс успевает в последний момент прожать. И убегает. Убить не удалось. Базазе. Засейвил. Пришел Габлак. Очень вовремя. Похилил. Повесил щит. Все отлично. Ну и Базазе. Продолжает крепиться в миде. Брюммастер. Ульта еще в кулдауне. Даггер. Поинт бустера за 13 минут. Солыч. Доволен. Седой. Сделал Мекку. Ну и к тиммейтам особо пока не горит желанием перетягиваться. Хотя на топе, по-моему, можно уже попытаться как-то выгнать вивера и сломать тауэр. Акс сидит в засаде. Акс с даггером, напомню. Пошел Ароу. Не попадает. Хотя почему не попадает? Попадает в крипа. Крип Мак. Не просто крип. Прыгает Акс. Агрит на себя, опять же, крипов. Что с Сичлой я не понимаю. Руки что ли трясутся. А темерем в миде. Сайленс. Клэп. И ультимейт. Вот так вот. Мистик Флэр раздавил Скаймак в деле. Вот это, да. Вот это, кстати, реально интересно действует Сичло. Врывается. В попытке, походу, задинает. И теперь может отъехать. Маны у него очень мало. Даггера от Брюмастера. Не стал он дальше драться. Так вот, сейчас Скаймак себя продемонстрировал на все 100. Мираны за эту льту. Сичло убегает. Походу, Вайпер спалился снизу. Да, там Сидой не успел спрятаться. В итоге ульта была спалена. Йоку на топе терпит, пока мультимейт Мираны закончится. За Тауэр забегает Соло. Под собственным инвизом. Взял руну. Пошел Айсбласт. Айсбласт. Попадает. Прыгает сюда Сидой. Очень больно. Телекинес на Вайпера. Раздавили его. Прилетел Брюмастер. Юзает Клэп. И под ультой давай-давай наваливать Паку. Арба у него в кулдауне. Даггер ему заюзать не дадут. Крейзи умер. Рубик там за ним уже побежал. БЗЗ. 100% килл. Взрывается щит и это минус. И будет ли у нас продолжаться драка? Да, будет. На Дреда переключается Соло. Больно. Дреда. Чу Сайленс висит на Йоку. Тауэр забрали. Йоку должен умирать. Минус. Дреда тоже забрали. Побитый Скаймак. Но тут по ходу дела щичло приехал. Да, его тупо толпой завалят. И это будет Тимвайп. Успевает заюзать Агр. И по голове нет. Но тут слишком много ХП. Его еще Абадон подхилил. Без шансов. Релаксы в Салатину проигрывают файт. 8-2 становится счет. И выиграть в этой встрече будет очень и очень тяжко. Пока релакс не сдаются. Сломан Т1 Тауэр снизу. В миде на топе пока цел. Вайпер вообще забивает в принципе на своих тиммейтов. Вот его убили один раз. Он так. Ну у вас нафиг. Никто мне не помог. Никто меня не похилил. Я теперь к вам вообще не пойду. Ну тут наверное все-таки тиммейты должны к нему теперь уже идти. Так как ты один Тауэр цел. Проблемы оба за З. Запрыгнул Акс. Это минус. Один в один размен. Поменяли Рубика на Амирану. Что очень и очень приятно. Йола будут проблемы с руки. Ему буквально немного демеджа. Его тоже можно забирать. Врывается соло. Ультимейт в кулдауне. У соло еще есть агоним. Щичло получает по голове под Сайленсом. Ну хотя бы Агар. Хоть что-то заюзать перед смертью. Да успевает заюзать Агар. Только толку от этого как-то маловато. Сайленс заканчивается. Соло имеет клэп. Юзает его Йоку с таймлапсом. Его тоже будет тяжко убить. Крейзи. Есть у него Арба. Юзает Арбу. Соло еще хорошо продавили. Даггер будет. А тут Даггер уже юзается от самого Крейзи. И спокойно он уходит. Разбежались. Йоку дерется слишком много со своими тиммейтами. 16 минута. Понятное дело, что забивать на свою команду идея тоже не самая хорошая. Так как они без него файты будут профукивать вообще в ноль. Но они и так в ноль практически их проигрывают. Почему бы не попытаться хотя бы пофармить? Все-таки Вивер он бы мог сплитить на топе. Вот этот Тауэр он бы мог продавить. Или в миде какой-то Тауэр. И тем самым немножко улучшить ситуацию. То есть. Типа ребята. Давайте терпите. Я в лейте затащу. А так он в лейте с такими айтемами точно не затащит. Под инвизом Мираны. Пытаются что-то найти. Юзается Мистик Флэр. Кривовато. Йоку уходит. Вот он. Как бы Скаймак. Который если грамотно раскастуется, он разорвет. Если ты там чуть-чуть криво раскастовался, твои скиллы уходят никуда. Шичло. Отваливается. Айсбласт хороший, но под этим айсбластом бить некому. Крейзи. 10 секунд до Дримкуэла. Радианс Мид Тауэр. Крышка уходит. Ароу мимо. Пытаются взять Рубика. Стар Шторм. Минус Рубик. Разрывает. Йоку нет. Не разрывает. Ушел. Но у него маны вообще не осталось после таймлапса. Теперь надо отсюда уносить ноги. Потеряли двоих. Это два Таура. Так думаю, задефить уже точно не получится. Отдадут. Так, ну а Седой по-прежнему фармит себе айтемы. У него он уже почти агоним. Седой, как-то знаете, он не со своей командой, в принципе. Реально. Такое ощущение, что он играет не вайпером, а каким-то там, ну, спектрой. Антимагом. Тупо забил на команду и фармит себе шмотки. В принципе, это неплохо, потому что купив агоним, шансы у релакс снизятся вдвое. Там очень частые вайпер страйки, которые будут сносить, например, вот Рубику почти все хп. Так же, как и аппарату. Таак. Ну-ка, Блак получил сайленс. Не сильно это его огорчило. Забегает вперед. Клэп по-троим. Брюмастер. Ультимейт у него в кулдауне. Брюмастера убить получит солид. Тут чечло очень сильно просел. Убегает Акс. Переключается на соло. В итоге вообще никого убить не получается. Все живы. Абадон хилит. Акс там убежал на копейки. Нет, он еще не убежал. Он может быть даже попытается подраться. Дреддич. Буквально на тычку. Дредд минус. Соло. Еще жив. Две секунды до ульты. Чечло. Ой-ой-ой. Спалили. Он убивает Курьера. И убегать. И убегать. Что делает Чечло? Я не понимаю. Вот это, конечно, он весело придумал. Убить Курьера топором. И убежать отпушивать топ-линию. Интересный такой мув. Пошел Айс Бласт. Бам. Соло успевает дагернуться. Вот это реакция. Но, кстати, все равно на него Айс Бласт попал. Но зато завезал дагер. Так, у нас опять куда-то вылетает БЗЗ. Что-то у него какие-то проблемы с интернетом. Надеюсь, ребята пофиксят это в будущем. Потому что... Соло извиняется за своего тиммейта. Ну, ничего страшного. Чуть-чуть подождем. Такое дело. Интернет штука не самая стабильная. Самое главное, чтобы в перспективе у него все там норм было. Потому что там очень много параллельных матчей. И если один матч будет затягиваться, то из-за этого затянутся и все остальные. Но пока тут, я так понимаю, шансов у Релакс настолько мало, что ближайшие 5 минут и это ГГ. Тут уже 14 тысяч золота, 10 тысяч экспы. Вроде все готовы. Ну, Крэйзи 0-2. Давайте общую статистику еще посмотрим. 1-0, 5-0, 3-1, 1-1, 3-2, 4. Ну, а тут 1-5, 0-2, Тароу. Не попадает. Ну и пытаются хотя бы один Тауэр забрать. Ишло спушил на топе линию. На ботом лайне также Тауэр подпушился. Брюмастер берет себе Тревела. Сейчас задача Рокскиз ни в коем случае не отдать ни единого Тауэра релаксом. Чтобы их экономика вообще никак не выравнивалась. Иначе шансы все-таки эту игру вывернуть есть. Это же Вивер. В лейте, по-моему, тут нет ни одного героя, который бы мог что-то Виверу сделать. Так, Каблак побежал драться его за Агреленого Каблаку, пофиг. У него есть еще ультимейт, все в порядке, юзает ульту. Правда, этот ульт поздновато был нажат, пользы толком никакой не принес. А у него есть урна, все норм, отхиливается. Плюс еще Транквилы. Крейзи имеет фулл раскаст, маны хватит. Ух, как же они сладко стоят, но не хватит дэмэджа, вот в чем проблема. Дамага тупо не хватит. Акс в другой степи. Блэдмейла ему не хватает. Тут единственный шанс выиграть файт, это если по пятерым ультанет Акс, ну, запрыгнет по Акс, следом запрыгнет Акс по пятерым. Там Айсбласт по пятерым, то есть вот из ряда, из разряда фантастики. Вот, сейчас вроде хорошо стоят, вот он врывается. Акс пошел сверху Айсбласт, Габлак еле живой, Габлака минусует. Айсбласт залетает очень больнющий. Брюмастер раскладывается, закидывает камень на щечло. Больно, сверху Мистик Флэр, это минус. И Дредича тут тоже убивает. Два в один, уже под Т4 таверами. Гонит своего оппонента, под Сайленсом Йоку сделать ничего не может. Линкен, он себе до сих пор не дофармил. Переключается на Т3 тавер и ломает его. И как тут дефить, когда три игрока в таверне, Паку там, просто он потратил всю ману и должен восстановить ее. Подтягивается Рубик. У него есть Старшторм, но если он подойдет на рейндж этого скилла, он умрет. Поэтому тут дело такое. Максимум фейтболт откинуть. Вот он откинул. Старшторм. Эть, эть. Ай-яй-яй, получает Ароу. Как же неприятно, бинтыкс от отваливается. Пошел лейс-бласт. Арба мимо. Ну, тут Крейзи, конечно, совсем саивого сыграл. Мог бы прыгнуть, дать арбу и Сайленс, и может быть убить Вайпера. Но он решил сыграть на Верочку и не фидонить. Ну да ладно. 17-5. Потихоньку, помаленьку, Роксы идут к победе. Почти сломали линию. Ну, тут уже у Таура 340 хп. Следующий заход, это будет минус Тауэр. Но опять же, нужно дождаться кулдауна ультимейта Брюмастера. Соло, судя по всему, ждать не собирается. Ароу, Крейзи! Не ловит. Йоку возвращается обратно. Дефить. Есть у него сворма на 2. Это единственное, чем он может дефить. Закидывает. Даггер аут. Брюмастер ульта. Сколько еще? 14 секунд. Ароу! Поймали! Щичло хотел из засады ворваться. Его разрывают на части. Пошел Асбласт. Никакующий Асбласт в итоге еще получился. И проблем теперь очень и очень много. Без Акса, который будет врываться и дефить. Ну, точнее, не дефить, а принимать на себя удар. Лайн за дефить реально будет сложно. На колдфиты не замораживают. Брюмастер успевает заюзать ультимейт. И Виндекса разорвали. Йоку убежал. Крита срабатывает. У Дреда огромные проблемы. Банка залетает. Дред минус. И это ГГ. 24 минуты потребовалось, чтобы выиграть Роксам Урилакс. В салат. Просто без шансов. Роксы показывают отличную и уверенную доту. Молодцы. Укрепляют свои позиции лидерские. Что очень и очень важно. Так, ну и смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Какие у нас матчи на сегодня еще имеются. Так, 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 так. Сами можете посмотреть, как я уже говорил в ВКонтакте. Вот вам такая вот штука. Оп, оп, выкаточка.com. Сэшерсута. Так, значит, после игры Рокскис Релакс мы будем наблюдать за игрой Эвер против Виртус Про. Ого! Это будет лютая каточка. Далее будут Релакс играть против Мономаньяк. И Эвер против Док. Будет заключительный матч на этом канале. Так что далеко не разбегайтесь. У нас буквально пауза будет. Сейчас посмотрим, какая. Так, Рокскис Релакс. 1-0. Так, и... Такую штуку мы делаем. Получается в 17.20 по Цету. Это в 18.20 по Киеву и в 19.20 по Москве. Через 40 минут. Вот так. Через 40 минут начнется игра. Так что примерно вот таким образом ориентируйтесь. Пока можете переключиться на канал StarLadder 1, StarLadder 2, StarLadder 3. Там также идут параллельные трансляции. Ну и музычка, которая будет играть из ВКонтакта. Слушаем и ждем.